Дорогие друзья, всех рад приветствовать! Сегодня у нас обзор на доставочный ролик. Будем пробовать татарскую кухню. Спонсором выпуска выступил наш уважаемый зритель Фёдор. Ему респектарное уважение и поклон-поклон. Вообще мы провели голосование в Телеграме. Телеграм мой в описании к этому ролику. Ссылка. Выбрали три кухни. Узбекская, татарская и грузинская. За которую зрители проголосовали больше. Это на обзор и попало сегодняшнего дня. Татарская кухня 35%. Узбекская 32%. Грузинская 33%. Значит узбекскую и грузинскую когда-нибудь. А татарскую сегодня, ребята, всем хорошего просмотра и приятного аппетита. Вообще во многих ресторанах представлена татарская кухня. Ну в большинстве она в миксе. Узбекская, грузинская, татарская. Шаурма хочешь, сырный лаваш хочешь, обычный. Знаете, я вот так поштудирую, думаю, а вдруг ошибусь, да? Вдруг закажу что-то, а блюдо окажется не татарское. И вы же потом мне напишите. Лёха, опять ты опросту влосяца. Поэтому я вот так вот нахмурил брови свои. Включил гугл. Искал, искал, да выискал. Чисто татарские блюда, чисто татарская кухня. Но вот акцент у них стоит на выпечке. На выпечке, сладостях. Но это круто. Выпечка татарская вот такая вот зачётная. Сейчас мы попробуем, посмотрим, да продегустируем. Итак, ребята. Заказ я где-то оформил в 11. Но меня предупредили. У нас всё вот прям вот под заказ делается. Если вы готовы, где-то мы вам в 5 вот так вот привезём. 5 плюс вечера. Конечно, не вопрос. Я как раз поеду по курьеру, чуток маленький. Говорю, ну вы мне где-то за час позвоните, если что. Конечно. Вот. Ну и время вот половины шестого мне привезли. Вот. Ну что, ребята. Конечно, напиточек я заказал. Морсик. Морсик. Та-та. Татарский морсик. Так. И вот так вот всё красиво оформлено. Но это не реклама, ребята. У нас главный спонсор Федя, а не заведение, которое мне прислало эти блюда. А вот, поэтому я особо не буду рапортовать, кто догадается, не догадается, как называется. А вот, не реклама ещё раз. Так. Вот тут вот буклетик. Завязано очень здорово. Такой вот нитью. Нитью. Это прикольно. Да. Так. С доставкой вместе. С доставкой там 300 рублей, что ли. Короче, мне обошлось это 2013 рублей. Все мои блюда. Ну, я, естественно, дал ещё 100 рябчиков товарищу-курьеру. Наморожено. А как же ядрёвось. Там такой же. Так. Ну. Слух. Раз коробка. Два коробка. Три коробка. Всё. Плюс два пакета. Ой, ребят, какой запах от этих коробок. Просто волшебный. Вы не представляете. Какое ж всё красивое. Ё-моё. Ну, это мне попу ростить, ребят. Выпечка, да? Вот она, выпечка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Какова красота. Конечно, от души и сердца я хочу передать большой привет ребятам, татарам нашим уважаемым. На стримах мы слушаем татарские песни, пляшем Марату, Ренату, Даниилу. И всем-всем-всем, ребят, уважения вам. Вы весёлый народ. У вас такие песни весёлые. А какие девушки красивые, а? Итак, ребят, что мы здесь с вами наблюдаем? Костыбы с картофелем и грибами. Вак-бэ-лиш. Мимино. Вы уж извините. Вы уж извините, если, может, я неправильно акцент ставлю просто. Вак-бэ-лиш. Мимино. Эч-поч-мак с говядиной. А? Порядочно. Эч-поч-мак с лососем и шпинатом. Эч-поч-мак с индейкой. Костыбы. Костыбы с картофелем. Это вот, наверное, да? Ага. Сейчас мы всё отрапортуем поподробнее вам. Да-да, не удивляйтесь. Чак-чак. Вот он, красавец какой, чак-чак. Домашний морс. И Вак-бэ-лиш. Ну и доставка. Вот такой вот стол. Выпечка, да? Ну, чего нет? Тоже достойно. Конечно, мне там ребята ещё в Телеграме писали. Лёх, там попробуй конину. Нет, сегодня пусть будет выпечка. Я говорю, я мог бы заказать в другом ресторане, да, что-то, может быть, не из выпечного варианта. Но я ещё раз продублирую то, что я побоялся ошибиться. Поэтому это вот сто процентов татарская кухня, ребят. Сто процентов. Ну что, с чего начнём? Чак-чак, я думаю, на десерт пойдёт. Да, это сладость. Начнём мы с костыбы. Нет, начнём мы с морсика. Промочим, так сказать, вкусовые сосочки, чтобы почувствовать вкус этого замечательного блюда. Морсик хороший, но слегка переслащённый. Я люблю-то покислее. Костыбы представляют собой постные лепёшки с начинкой из картофельного пюре или пшеничной молочной каши, обильно смазанные сливочным маслом. Это очень вкусно и сытно. Можно подавать как самостоятельное основное блюдо и на завтрак хорошо со сладким чаем. В течение дня как перекус. Костыбы – очень вкусное блюдо татарской кухни. Его название звучит по-разному. Костыбы, кастыбы, кэстрембы, кэси ремби, кэстремби, кастремби. Но суть не меняется. Это обжаренная пресная лепёшка с картофельным пюре в качестве начинки. Ну что, пробуем замечательный вкусно пахнущий кастыбы. Ну, как видите, у меня один с картошкой и с грибами, второй просто с картошкой. С картошкой и с грибами стоит 120 рублей, с картошкой – 110. Я вчера делал картошечку-пюре. Примерно такая же нежная здесь, на масле, на молоке. Ой, я в картошке-пюре разбираюсь. Ой, а грибочки как порядочно сочетаются. Блин, что-то у меня, знаете, недавно вот только возникло такое желание покушать картошку-пюре с грибами. Мне прям захотелось. Но это лето, да? Летний день. Нет, даже не лето, а ближе к осени. Лето ближе к осени. Август. Когда у нас грибной месяц. А что за грибы-то у меня тут? Посмотрел только, что написано – просто грибы. Кто разбирается, ребят, что есть за грибы такие? Ну, какие-то благородные. Шампиньоновые вкусы, я знаю, это не шампиньоны. Может, это какие-нибудь подберезовики или лисички. Я сказал акцент на выпечке, да? Но это же, наверное, нельзя считать выпечкой, да? Ну, это, по сути, да, второе блюдо, завернутое в лаваш. Очень вкусно. Такая лепешечка порядочная, тоже нежненькая. Знаете, я что не так сделал? Надо было и вторую тоже с грибами заказывать. Вот это просто с картошкой. Картошка хорошая на молоке. И маслица сливочная присутствует. В общем, как я делаю, да, в предыдущий ролик есть рецепт. И вот такая вот лепешечка. Так, ну вот эту с картошкой я уже есть не буду. Потому что я уже представляю, что она из себя представляет. Вот, ребят, просто работы-то еще сколько, да? Все-таки не бездонная бочка. Ребят, очень вкусно. Я советую попробовать кастыбы. Очень мне понравилось. Я впервые пробую. Просто пятерка из пяти. Следующий. Вагбэ-лиш. Это традиционные татарские пироги. В дословном переводе название обозначает маленький пирог. Как правило, в них много начинки из картофеля и мяса. Тесто делают и дрожжевое, и пресное. Кому как нравится. Необыкновенное сочетание баранины, сыра, зелени. Альтернативный вариант для любителей пирожков с бараниной. Сыр и зелень придают невероятную сочность. У меня тут есть загвоздочка небольшая, потому что у меня один маленький пирожок называется Вагбелиш, а второй Вагбелиш Мимино. И какой из них кто? Барсик. Коток. Санис. Яшу-два. Чё, твари, отходит. Опять я камеру трясу своей рожей. Тьфу, чёрт. Вот, и... Тихо, надо руки помыть, кота потрогал. Хотя он вроде у меня чистый, но всё равно, не фэн-шуй. Так, и вот какой Вагбелиш и какой Вагбелиш Мимино, они на вид-то одинаковые. Так, ну посмотрим по начинке. Давайте, я не знаю, разрежем, что ли, их. Вот так вот напополам. У нас же всё-таки Абзир. Баранина. Чё тут, картошечка или лучок это? Картошечка. Картошечка. А тут баранина и лук. Понятно. Ну там, я посмотрел сейчас, в своём заказе не особо расписано. Там как бы общими фразами Вагбелиш. Вагбелиш, там, говядина, сочетание, очень вкусное и прочее, прочее. Ну, видите, значит, получается Мимино. Наверное, это вот картошечка идёт, да? А Вагбелиш это просто баранина. Ну что, продегустируем. Мне интересно, какой на вкус тесто. Нежная, не нежная или... Ну, набивочка, в общем, неплохая. А, я сказал, сколько они стоят, сейчас скажу. Значит, Мимино стоит 165 рублей, а обычный Вагбелиш 140. Ну, разница цена, да? Разница. Такой он, знаете, остренький. Тесто немного грубоватое. Они у меня, естественно, немного подостыли. Привезли мне тёплыми, но пока я туда-сюда, ля-ля-ля-ля, чуток-маленько подостыли. Конечно, хотелось бы татарских беляшиков ещё, но там в меню нету. В меню того ресторана, которым я заказывал, нету. Чувствуется много зелени, чувствуется лук, мясо, всё. Всё порядочно. Вот такой пирожочек с компотиком. До перекуса самое то. Так, и я попробую половинку, которая с картошечкой. Мимино, наверное, да? Если я путаю, поправьте, ребят. Если, мимино, это наоборот, не с картошечкой. Если что, я путаю. Я говорю, подробно, не очень подробно описано. Ребят, ну если брать, то с картошкой. Во-первых, смотрите. Сейчас я, чтобы откусно мне тыкать. Во-первых, с картошкой кажется и поплотнее, как будто, да? Побольше. Ну, конечно, побольше, потому что мясо примерно столько же. А тут ещё и плюс к нему картошка. То есть он и посытнее, и посочнее, кстати. Чувствуется посочнее с картошечкой. Хорошо, я днём так не особо поел. Я знал, я знал. Что сегодня у меня татарская кухня. Так, какую-то сосисочку с её. Эчпочмак. Другой вариант. Ус-бос-мак. С башкирского означает треугольник. Это блюдо татарской и башкирской кухни. Это мучное изделие. Зачастую используется дрожжевое тесто. Иногда пресное. Начинка состоит из мяса, утки или гуся. Может быть, из говядины, картофелем, луком. Является очень распространённым кулинарным изделием среди жителей нашей страны. Это блюдо появилось во времена тюркских племён, когда этот народ был кочевым. Для эчпочмака использовалось мясо лошади, конина. Чуть позже в отверстия эчпочмаков стали добавлять горячий бульон. Рецепт кулинарного изделия менялся, но сейчас эчпочмаки нередко подают с разными бульонами. Ну, мне вот безбульонные привезли. Ох, и неодноразно мне наши уважаемые зрители из Казани рекомендовали попробовать замечательный эчпочмак. Лёха, попробуй, Лёха, попробуй. Пробую, ребята, от души и сердца. Я взял телефон, посмотреть заказ, ну, чтобы тут у меня 4 штучки, и они разные, которые сколько стоят. Эчпочмак с говядиной 99 рублей. Эчпочмак с лососем и шпинатом, мне кажется, это очень порядочный, 145 рублей, ребята. Так, эчпочмак с индейкой 99 рублей. Так, раз, два, три, четыре. А четвёртый-то где? Так, с лососем и шпинатом, говядиной, с индейкой, с говядиной, с лососем, с индейкой. А, я с лососем и шпинатом 2 штуки заказал, молодец. Я с лососем и шпинатом 2 заказал, а вот, видать, нажал случайно плюс 1. Ну, ладно, ничего, на сегодня и на завтра. Вот, ну вот, вот, ну вот, блин, я думал, на 4 разных оказывается только 3. Ну, ладно. Так, опять же, я разрезаю, ребят. Ну, во-первых, смотрите, такой он весомый, да, и на вид большой. И кажется, что в нём набивочки полно. Ну, этот, Лёля хотел сказать. Барсик, иди-ка ты, а, отсюда, во ядрёноте. И кажется, что он полон набивочки. Ну, и, в общем-то, так оно и есть. Угу, видите, тут опять вот говядина, перец чёрненький и опять картофель представлен. Так что, может быть, предыдущее блюдо, вот то, что с картофелем, мимино считается, а без мимино это, короче, без картофеля. В общем, Барсик, ну ты сдурел, что ли? Да ну ты что, ты, кыш, 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 кыш. Зассанец какой, а ты, посмотри, что творят, а. Так, ладно. Красиво, конечно, сделаны, жалко резать, но, опять же говорю, в рамках обзора. Смотрите, здорово слеплены, да. Так, вот он рыбный. У нас мне рыбный очень интересно попробовать. Очень интересно. Ну и этот, и этот такой же, с лососем и шпинатом. Так, а этот, а этот тогда, ой, я волнуюсь, ребят, извините. Ага. А это, видимо, с индейкой. Смотрите, здесь индейка, ещё и морковочка представлена, которая, вон она высыпалась на крой стола. Ещё и с морковочкой, да. Так, ну что, ну давайте начнём. Давайте попробуем с лососем и шпинатом. Я вообще люблю шпинат. Конечно, к сожалению, подостыли они у меня. Сколько раз я видел вот эти реч-поч маки в продаже. Ну, вообще, знаете, магазинчики с выпечкой. Они всегда выглядят красиво, конечно. Ну, вот эта вот верхушечка, вот эта косичка, она, знаете, прям, ну, уже превратилась в сухарь. Визуально смотрится красиво, но на самом деле она остыла и превратилась в сухарь. По-хорошему бы даже можно немножечко в микроволновочке погреть. Рыбы много. Рыба хорошо, в ней и кальций, это очень полезно. Могу предположить, ребята, что ваг бы лишь, и ч-поч мак, это одно и то же тесто, просто вот это тесто сделано в форме треугольника, а это круглый мини-пирог такой, да, вот. По вкусу тесто одинаковое. Так, ну и хочу я попробовать, ребята, вот с индейечкой, тут еще морковочка представлена, и прям черный-черный, они все перченые. Черный перец, он, знаете, вот он не сколько перченый, сколько пикантный. У тебя рот не жжет, у тебя такая легкая, приятная пикантность во рту. Это очень здорово. Это, знаете, такое даже уютное ощущение в ротовой полости. Серьезно. Ну как, бывает, да, уютное ощущение в ротовой полости. От черного перца. Обычно индейка, она суховатая такая, да. Но вот еще помимо морковки, я вижу здесь представлен лучок. И нифига она не кажется сухой. Ммм, какой вкусный. Вот честно сказать, вот если бы я зашел в какую-то пекаренку, да, и вот эти вот три вида лежали бы, Эчпочмак, рыбные, с говядиной или с индейкой, я бы взял с говядиной. Но сейчас я попробовал с индейкой, я бы взял с индейкой. И вы знаете, как одно время вот я тоже как-то что-то брезгал с самбусу с тыквой. Как оно сочетается может? Тыкву я уже, ну как-то вообще не очень. Но когда я попробовал самсу с тыквой, все-таки решился и купил. Блин, она отличная, ребят. Кто не пробовал, рекомендую. Поэтому вот мы можем по одному думать, а оказывается совсем по-другому. И вот этот вот черный перчик, он тоже хорошо играет в кустовых сосочках. И все очень здорово-здорово сочетается. Очень классно сочетается с начинкой. Видите, это все сделали прямо. Я заказал, ребята сделали специально под меня. Порядочно. Вкусно. Очень вкусно. Очень, знаете, бывает вот однотонная начинка, ну вот как просто вот картошка-пюре, да. А тут ты заказываешь с индейкой, не подозревая, что там еще и морковка, и лучок, и специи. Да как все это здорово сделано. Да какая плотная набивочка. Да как это все играет. Сейчас вот такие вот серые дни, да, скучные, серые какие-то. Вот. И хорошо вот так вот вкусно покушать, оно настроение поднимает. Да-да. Не удивляйтесь. Ребята, а знаете, я что еще заметил? То, что в рыбном Эчпочмак еще рис присутствует. Я пригляделся, еще присутствует рис. Понимаете, у нас сделано реально по-домашнему, да? Можно было из банки просто навалить туда этого лосося и всего делов из консервы. Нет, еще и рис, еще и зелень. Очень здорово, очень вкусно. Так. Ну что, можно, конечно, с говядиной попробовать. Ребята, но я уже чувствую. Я уже чувствую, что я уже так... Ну, не объелся, конечно, но чувство насыщения 100% присутствует. Но ничего. Обзора ради съедим с говядиной. Не для себя стараемся, Ядрёна. Ребята, немножко проведу параллель с узбекской кухней, да? Самбуса. Тоже треугольной формы. И тоже, кстати, к самбусе подается соус. Который во многих местах, во многих палатках не подают. Даже в магазинах самбусичных не подают. Вот, надо на рынке. На рынок приходишь, там обязательно к самбусе соус дадут. Может быть и здесь так же. Видите, ещё бульончик какой-то должен идти, да? Мне его не положили. Не положили. А я представляю, если ещё сверху этим бульончиком полить, он, наверное, такой жирный, хороший бульон. Говяжий, да, наверное? Или из баранины. В общем, бульон. Будет вообще просто топчик. Везде, везде, везде меня сопровождает чёрный перчик. Но я опять же говорю, он не дискомфортирует. Он просто как бы со всем вместе сочетается и уютным теплом проталкивает туда. В желудочные дебри вот эту прекрасную еду. Ммм. Очень вкусно. Очень. Торт Чак-Чак появился впервые ещё у кочевных народов Средней Азии. Выглядело это приблизительно так. Перед каким-нибудь праздником кочевники разоряли улей диких пчёл и добывали мёд. Делали муку из дикорастущих злаков и замешивали тесто из муки и яиц. От теста отрывали кусочки и обжаривали их в казане с бараньим жиром. Обжаренные кусочки тесто заливали диким мёдом и формировали горку. Приблизительно так стряпали первый торт Чак-Чак. Мучное восточное печенье из обжаренных во фритюре кусочков теста перемешанных с медовым сиропом. Национальное кулинарное изделие татар и башкир. Также блюда киргизов, узбеков, таджиков и соседних с Татарстаном и Башкортостаном народов русских, Южного Урала и Казахов, Северо-Западного Казахстана. Суммой 450 рублей я отрезаю кусочек торта Чак-Чак. Десерт. Знаете, когда последний раз ел я Чак-Чак? Это же у меня третий канал, да? А вот на самом первом канале я там вёл тоже рубрику кулинарную. И вот, уважаемый зритель, к сожалению, не помню его имя, если ты смотришь, тебе большой привет, прислал вкусности, сладости, Чак-Чаки разновидные. Вот мы с батей дегустировали. А я вот с тех времён, это знаете, сколько лет назад? Лет пять, наверное, а то и больше. Я не ел Чак-Чак. Ох, весь такой в пропиточке. Ну что? Чайку бы под него горячего, а? Нет приторности. Это очень здорово. Хрустит. Мёд чувствуется. Надо было чайку налить, но у меня ещё морс остался. Но бесподобно, ребят. К зубам прилипает ядрёноц. Как бы пломба бы не повышевала. Да нет. Там всё продумано. Вот столько у меня всего осталось. Можно завтра не готовить. Ой, я даже задохнусь реально от обжорства. Давай. Ну всё очень, конечно, вкусно, аппетитно, сытно, ребят, не пугайтесь. Опачка. Вот так вот не было до того, как я начал обзор. Серьёзно, я вам говорю, прикиньте, вот вам и татарская кухня, ядрёны. Ребят, спасибо всем, кто голосовал в Телеграме, принимал участие. Вот. Обязательно будут ещё обзоры, доставки и много-много всяких видео. Да-да. Не удивляйтесь. А мы и не удивились, Сидоровна, скажи. Ты нам, Лёха, делаешь контент. Так, ребята, от души до сердца. Ну, а мне остаётся, ребята, пожелать вам уныш, что переводится удача по-татарски, сказать рахмет ещё раз Фёдору, что означает спасибо. Ну, и, ребят, если вам не трудно, подпишитесь на канал, это очень важно. Он у меня только начинается, этот каналчик, да? А вот, чтобы, так сказать, у него появётся вес. Ну, и до скорой встречи. Желаю вам счастья, добра, мир вашему дому. И до скорой встречи. Заходите на стримчонки. От души и сердца.